МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Следствие 09. Подготовлено при содействии пресс-служ МВД, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры Республики. Студия телекомпании «Черкеск» Ватима Куршева с традиционным обзором происшествий и криминальных новостей за минувший месяц. Сегодня в нашей программе. Лишили жизни пенсионерку и за 7 тысяч рублей. Перед судом предстанут двое местных жителей за совершенное убийство и грабеж. Были лихачи, а теперь еще и трюкачи появились. Почему летают автомобили на улицах Черкеска? Спирта на миллион и даже больше. Очередную партию контрафакта обнаружили полицейские в Карачао-Черкесии. А в это время на Ставрополе избавлялись от 43 тысяч литров некачественного коньяка. Чем травят детей? Почему в Карачао-Черкесии запретили продажу несовершеннолетним так называемого «снюса»? Стал фигурантом уголовного дела в 17 лет. Как детей вовлекают в распространение наркотиков? Полицейские проводят беседы с родителями школьников. Устойчивый рост преступности, противодействие экстремизму и терроризму, коррупция в органах власти. Прокуратуре республики подвели итоги работы за год. Предстанут перед судом за убийство бабушки. В одном из наших прошлогодних выпусков вышел сюжет о зверской расправе над 83-летней жительницей поселка Водораздельный Карачао-Черкесии. Убийство было совершено в ночь с 29 по 30 января 2019 года. Двое молодых людей, узнав, что пенсионерка занимает под проценты деньги, отправились к ней в гости в надежде поживиться. Злоумышленники заставили женщину выйти из дома, напали на неё и нанесли множество ударов руками и ногами, а также лопатой. В результате полученных травм и телесных повреждений пенсионерка скончалась. В домовладении убитые подельники обнаружили 7 тысяч рублей, которые они потратили на свои нужды. И вот спустя год прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Двое местных жителей должны понести наказание за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и грабёж. Ещё по одному громкому уголовному делу прокуратурой поддержано государственное обвинение. 9 лет в исправительной колонии строгого режима проведёт мужчина, убивший в феврале прошлого года таксиста на одной из автозаправок Озжигуты. В Озжигутинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего Мусы Урусова. Приговором Озжигутинского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Совершение убийства». Обвинение в суде доказало, что 15 февраля 2019 года около 7 часов 25 минут утра в салоне автомашины «Деонексия», припаркованной на территории автозаправочной станции номер 11 «Ростнефть» в городе Озжигуте между пассажиром такси и подвозившим его водителем после распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений пассажир такси решил совершить убийство. Реализуя свой преступный умысел, он нанёс имевшимся при себе ножом не менее 7 ударов в область головы, верхних конечностей и грудной клетки потерпевшего. От полученных множественных травматических повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Сам же гражданин, совершивший убийство с места преступления, скрылся. Суд, приняв за основу доводы государственного обвинителя, посчитал вину злоумышленника, доказанной в совершении инкриминируемого ему преступления. На прошлой неделе некоторые жители республиканской столицы смогли увидеть автомобильный кульбит, которому позавидовали бы каскадёры из Голливуда. Сейчас уже можно иронизировать, ведь, к счастью, в результате этого дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, досталось только железным коням автомобилистов и дорожному знаку, который, судя по всему, издержал полёт летающего автогонщика. Виновник ДТП, водитель Вазовской пятнашки, тоже отделался лишь испугом. Несмотря на то, что совершил весьма эффектный трюк. Происшествие случилось на пересечении улиц Октябрьской с Первомайской, Черкеска. Виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования. Можно только догадываться, куда так спешил автогонщик, не заметивший ни красный сигнал светофора, ни автомобили, уже выехавшие на перекрёсток. Употребление спиртных напитков может довести не только досками подсудимых, но и привести на больничную койку. Ежегодно в регионах России из нелегального оборота изымается огромное количество контрафактной алкогольной продукции. Подпольные мини-заводики, на которых изготавливается продукция весьма сомнительного качества, сотрудники полиции обнаруживают то тут, то там. И вот, в минувшем месяце правоохранители пресекли незаконную деятельность бизнесменов из Карачаевского района. В домах местных жителей в городе Карачаевске и ауле Саратюз были обнаружены и изъяты около трёх тысяч бутылок с алкогольной продукцией, а также спирта, общая стоимость которого превышает миллион рублей. Следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии в отношении четверых жителей республики и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А.Б. части 2 статьи 171 Прим. 3 Уголовного кодекса РФ, то есть незаконные производства и обороты тилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные организованной преступной группой в особо крупном размере. Установлено, что предполагаемый организатор и участники группы, не имея соответствующей лицензии, незаконно производили, хранили, перевозили, избывали фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния, а также дополнительных эпизодов незаконной деятельности фигуранта. Свыше 3000 литров контрафакта были изъяты на минувшей неделе и в Кабардино-Балкарии. 60-летний житель соседней республики перевозил спирт на своей газели. Теперь мужчине грозит как минимум крупный денежный штраф. Ещё 44 тысячи литров коньяка пришлось уничтожить ставропольским полицейским. Алкоголь изъяли у крупного производителя – компании КВС. Огромную партию с территории завода в Сентуках вывозили три дня – с 4 по 6 февраля. Продукция была признана контрафактной, поскольку изготавливалась не из виноградного спирта. Такие напитки не могут называться коньяком. Не будем напоминать о том, какой вред может принести чрезмерное употребление алкоголя, а тем более некачественного. Отметим лишь, что, согласно данным Росстата, в год от отравлений спиртосодержащей продукции умирают около 10 тысяч жителей России. Между тем, в Карачево-Черкесии сотрудники полиции совместно с общественниками проводят рейды по табачным магазинам. В точки торговли так называемым СНЮСом отправились правоохранители, члены общественного совета при ведомстве, совместно с представителями регионального отделения партии «Единая Россия» и управления Роспотребнадзора по Карачево-Черкесии. Участники мероприятия посетили четыре торговые точки. В ходе контрольных закупок был выявлен один факт продажи табачной смеси несовершеннолетнему. В результате у продавца было изъято 46 упаковок продукции. Сотрудниками полиции собран материал и направлен в Роспотребнадзор для принятия решения. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Все это делается для того, чтобы сохранить здоровье детей. Напомним, что в Карачево-Черкесии официально запретили розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента в декабре прошлого года. Народные избранники также установили административную ответственность за нарушение запрета в виде штрафов. Совсем недавно мы рассказывали о ЧП в 19-й гимназии, причиной которого стал жевательный табак, так называемый снюс, принятым за наркотик. До случившегося скандала многие и слова-то такого не слышали. Но поднятая тревога на самом деле вполне оправдана. Снюс действительно вызывает никотиновую зависимость и чрезвычайно вреден, особенно для растущего организма. Между тем, главными потребителями как раз стали школьники, которые могут незаметно его употреблять даже на уроке или дома. В интернете можно найти множество вот таких видеороликов. И не надо писать в комментариях, что всего 12 лет, мне пофиг, мне вообще пофиг. Так и продавцам этой дряни тоже на тебя пофиг. Вот что им на самом деле важно. Смесь жевательная, не содержащая табака. Это очень и очень важно, чтобы уйти от акцизов. И от ответственности вот за такие случаи. Мальчик проводил здесь время с друзьями. Внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание. Друзья вызвали скорую, но приехавшие врачи не успели спасти подростка. Вместе с запретом парламентарии установили ответственность за его нарушение. Отныне розничная продажа несовершеннолетним никотиносодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей. Однодолжностных лиц от 20 до 50. На юридических от 50 до 100 тысяч рублей. Мы будем строго контролировать исполнение этого закона. Можно договориться и с Министерством внутренних дел, и с другими службами. Будем проводить совместные рейды, проводить серьезную работу, так как угроза наших детей, подрастающего поколения, угроза реальная. Поэтому мы не допустим, чтобы вот такие сладости, которые так называемые никотиносодержащие, распространялись по территории республики. Тем временем в России еще три препарата приравняли к наркотическим. Соответствующие дополнения внесены в постановление Кабинета министров 1 декабря. Список сильнодействующих препаратов, требующих строгой отчетности при реализации, пополнили прибалгин, тропикамид, тапентадол. Эти препараты в народе еще называют аптечными наркотиками. Все три наименования имеют большую популярность среди лиц с наркотической зависимостью. Все эти запреты, конечно же, хороши. Но знаете, что нам действительно непонятно? Депутаты разного уровня принимают соответствующие законы, которые должны способствовать снижению наркотизации населения. Полицейские проводят комплексную работу по пресечению преступлений. Огромные деньги тратятся из бюджетов на антинаркотическую пропаганду. Наркологи, полицейские, медики проводят в школах различные беседы, в ходе которых рассказывают подросткам о пагубном влиянии на организм всех этих веществ. Но при этом никто не замечает, что кумиры этой самой молодежи в своих так называемых творческих произведениях огламуривают образ наркомана и, можно сказать, рекламируют запрещенные вещества. Как вы думаете, к кому будут больше прислушиваться дети? Ко взрослым, которые читают им скучные лекции о вреде наркотиков? Или к своим кумирам, которые для них являются образцом для подражания? Мы, конечно же, понимаем, что не можем со своей стороны как-то повлиять на ситуацию. Но, возможно, услышав наши слова, кто-то из взрослых обратит внимание на увлечение своего ребенка. А вы знаете, с кем общаются ваши дети и чем они занимаются в свободное от учебы время? С такими вопросами полицейские обратились к родителям. Дело в том, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Карачаево-Черкесии, согласно официальным данным, выросло в разы. Более половины из них – это кражи чужого имущества. Вопросы воспитания детей и предотвращения преступлений с их участием обсуждались полицейскими с родителями во время отчетных встреч участковых уполномоченных полиции перед населением. На одном из таких мероприятий в 15-й гимназии Черкеска побывала и наша съемочная группа. За сухими цифрами статистики, которые озвучили правоохранители, – судьбы детей. В силу своего возраста многие подростки не понимают, что могут перечеркнуть свое будущее из-за необдуманного поступка, совершенного однажды. Обращаясь к родителям, полицейские приводили вполне убедительные примеры из своей практики. Не так давно правоохранителями было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Черкеска. Как выяснилось, занимался он распространением наркотиков. Клиентов находил через социальные сети. Теперь этот предприимчивый молодой бизнесмен обвиняется в совершении нести эпизодов преступления. Один из несовершеннолетних заработал около 200 тысяч рублей. Неужели не видно, когда ребенок откуда-то берет деньги, а теперь этого ребенка жизнь – все, хрест. Столько эпизодов у него. Закладки – это тоже тяжкое преступление. К сожалению, это не первый и не единственный подобный случай. Все чаще подростков вовлекают в эту преступную деятельность. Закладчиками становятся даже дети. Было бы хорошо, если бы мамы и папы чаще интересовались, с кем общаются и чем занимается их любимая чада, отмечали полицейские. Ведь многие беды в семье начинаются с равнодушного отношения родителей. Правоохранители также рекомендовали родителям ограничить пребывание детей на улице в темное время суток. Так и взрослым будет спокойнее, и шансов попасть в плохую компанию будет меньше. И здесь вновь переведем официальную статистику. Из числа несовершеннолетних участников преступлений примерно 30% являются учащимися образовательных учреждений. 42% – других организаций. 25% не заняты ни учебой, ни работой. 19% из них уже не раз попадали в поле зрения полицейских, состоят на профилактическом учете в ПДН. Это как подростки из неблагополучных, так и вполне обеспеченных семей. Родители же высказывали на этой встрече свои предложения и пожелания. Касались они в основном безопасности дорожного движения. Один из участников разговора обратил внимание стражи порядка на необходимость обеспечения дополнительных мер безопасности по улице Даватора, Черкеска. В том месте, где около двух лет назад автолихач сбил семью. Как оказалось, это не единственное подобное происшествие, случившееся здесь. Путь многих детишек в школу лежит через этот небезопасный пешеходный переход. Моего ребенка 29 октября сбили. Прямо на светофоре, моргающий, вот по Даватору. Неужели нельзя, как говорят, лежащих побольше сделать? Перед этим как раз женщину, то же самое соседку, мою же соседку, то же самое с двумя детьми переходила, вы знаете, на Даватора сбили. Можно что-нибудь сделать? Я уже боюсь, я лишний раз объезжаю круги, лишь бы до школы довезти. А мог бы на Даватора оставить. И вот то же самое я писал, писал, и что-то такая тишина. Или светофор сделать там, хотя он моргающий ездит. Ну, сделать так, чтобы 20 километров хотя бы там тормозили. Родителям пообещали, что это предложение будет рассмотрено соответствующими структурами. Что же касается статистики дорожно-транспортных происшествий, к сожалению, она неутешительна. Это подчеркнула председатель общественного совета при МВД Мария Табиева. В прошлом году у нас сбитых детей именно семь человек. Вот представляете, семь детишек, которые не прожили свою жизнь, которые им Всевышний дал. Только лишь из-за вашей палатности. А ведь вы же сами понимаете, уважаемые сограждане, на сегодняшний день около каждого ребенка, около каждого взрослого, если даже ты поставишь сотрудника полиции, мы не сохраним, пока мы бездействуем сами. Поэтому нам бездействовать категорически нельзя. На сегодняшний день, как правильно отметили, это все фиксируется. Обязаны либо положительно, либо отрицательно нам ответить. На все те обращения, по которым мы обращаемся. На сегодняшний день то, что возрастает ДТП, это не только вина одних структур и безответственность наша. Это все вместе в комплексе взятое. Обращаясь к населению, полицейские попросили проявлять активнее свою гражданскую позицию. Не оставаться равнодушными, если они стали свидетелями какого-либо правонарушения. Примеры, если у них есть основания полагать, что за рулем того или иного автомобиля находится водитель в состоянии алкогольного опьянения. В таких случаях необходимо звонить в полицию. Ни одно обращение не останется без внимания. Очень много нарушителей ездят в пьяном виде. Я вас, пожалуйста, прозываю. Это не доносительство. Это мы можем уберечь человека от беды, а другого от несчастья. Эта беда может в любой дом прийти. Когда пьяный водитель, он является преступником. Его преступная самоуверенность может принести беду. Число обращений неуклонно растет. На минувшей неделе с журналистами республики встретился прокурор Карачева-Черкесии Олег Жариков. Он подвел итоги работы за минувший год. Говорили о противодействии экстремизму и терроризму, о коррупции в органах власти. Был охвачен широкий спектр вопросов. Подробности далее. В свою беседу с журналистами прокурор республики Олег Жариков начал с анализа состояния преступности в регионе. По его словам, количество зарегистрированных преступлений в минувшем году увеличилось на 12%. На 40% возросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Что тревожит? Каждое седьмое преступление в республике было совершено под воздействием алкоголя или наркотиков. Каждое шестое преступление на улицах. Это, безусловно, говорит о недоработках органов правоохраны в части профилактики. Все это бесспорно на фоне нерешенности целого ряда социально-экономических проблем. Достаточно сказать, что 79% лиц, совершивших преступление, они не имели постоянного источника дохода. То есть в абсолютных цифрах 1899 лиц на момент совершения преступления не работали, не учились, никакого дохода, соответственно, не имели. Под пристальным прокурорским надзором находились вопросы противодействия экстремизму и терроризму. В минувшем году по требованию прокуроров был заблокирован доступ к 80 интернет-ресурсам, посредством которых распространялись идеи радикального ислама и призывы к террористической деятельности. За массовое распространение материалов 16 лиц привлечены к ответственности. Осуждены к реальным срокам за преступления экстремистского и террористического характера 18 лиц. По всем делам проговоры вынесены в соответствии с принципиальной позицией государственных обвинителей. Задействовав координационный надзорный потенциал, удалось добиться значительного сокращения преступлений террористического характера. Их у нас было зарегистрировано в минувшем году 18 против 43. Отрадно, что фактов выезда жителей республики в зоны вооруженных конфликтов для участия в террористической деятельности в истекшем году не зафиксированы. Важным направлением в работе прокуратуры является борьба с коррупцией. В результате надзорной деятельности в 2019 году выявлено свыше 4000 нарушений законодательства в этой сфере. К различным видам ответственности привлечено около 700 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 31 уголовное дело. В поле зрения прокуроров попали также чиновники, предоставлявшие недостоверные сведения о доходах и расходах. В республике отмечается снижение зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 11%, 152 факта против 171, в том числе снижение с 27 до 20 выявленных фактов взяточества, что очевидно не отражает реального положения дел и объясняется определенными просчетами в работе органов правоохраны. Речь зашла и о нанесенном ущербе экологии региона браконьерами и черными лесорубами. По фактам незаконной вырубки было возбуждено 122 уголовных дела, в том числе и в отношении должностных лиц лесничеств. Здесь журналисты поинтересовались, удалось ли надзорным и правоохранительным органам установить причины пожаров, произошедших осенью сразу в нескольких лесничествах. Возбуждено два уголовных дела по фактам происшедших пожаров, но здесь основная причина предварительно это небрежное обращение с огнем, которое повлекло вот эти вот такие последствия. То есть фактов умышленных поджогов на сегодняшний день не установлено. Но еще раз говорю, и эта версия тоже рассматривается, но пока достоверного подтверждения, объективного подтверждения этой версии не установлено. Журналисты также обратили внимание прокурора республики на тот факт, что сейчас в Донбайе происходит массовая вырубка леса. Для строительства предположительно гостиниц, кафе и магазинов. Такие необдуманные действия предпринимателей могут нанести ущерб экологии. Там же Швейцария, они из этого маленького кусочка делают такое, что все туда едут, все комфортно, все удобно, все сохраняется. Но почему у нас такие мы люди-варбары? Единственное, что могу пообещать, безусловно, прокурорские проверки будут проведены. Задача такая поставлена, разобраться, во-первых, с этими объектами строительства, насколько они легальны, насколько там соответствующая разрешительная документация есть у этих застройщиков. Хотя очевидно, как вы правильно говорите, даже невооруженным взглядом и не будучи специалистом, понятно, что это все самостройство во многих случаях. Будем смотреть, будем принимать меры. Возможно, даже в правую сторону посмотрим, обратимся в суд о сносе самовольно возмеденных строений. В ходе разговора были затронуты многие темы, касающиеся прокурорского надзора. Журналисты поднимали вопросы задержки заработной платы на некоторых предприятиях республики, выдачи жилья детям-сиротам, а также плохого качества оказываемых услуг управляющими компаниями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова